Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя, наш первый совместный эфир и все по старой доброй традиции. Техника, фундамент. Смотрим на рынок с позицией двух главных основных способов анализа того, что на них происходит. Ну и в совокупности, друзья, стараемся вам подсказать, где сейчас можно урвать вот эту прибыль, профит с учетом этих локальных возможностей. Фидбэк, опять же, как и всегда, приветствуется. Обязательно пишите в комментариях. Конструктивные комментарии, разумеется, будут нами разобраны и с большим удовольствием при необходимости и при ваших запросах можем разнообразить тот инструментарий, который, в принципе, мы разбираем. Ну что, это неделя заседания ФРС. Следующий эфир, опять же, будет в среду, как раз в тот самый момент, когда, ну, за несколько часов, скажем так, ФРС подведет итоги своего дневного заседания. Поэтому доллар априори должен ходить в ближайшие дни, но сейчас лучше, вот опять же, крупным мозгом таким, я бы не советовал что-либо предпринимать непосредственно по доллару, пока не будет уточнена позиция американского регулятора. Очень много сейчас на рынке спекуляций на тему того, как будет меняться процентная ставка. Сколько раз она будет повышена, такими темпами это будет осуществляться. Ну вот, мы ждем текущее заседание ФРС, которое не с позиции того, что там ставка повысит, потому что это нереально фактически. Мы ждем как раз это заседание ФРС, потому что на нем регулятор обозначит планы, ну, как минимум по мартовскому повышению процентной ставки. Вот после того, как мы определимся следом за регулятором, можно будет уже торговать непосредственно долларом, возвращаться к тому, чтобы, ну, мне, по крайней мере, с точки зрения объяснения фундамента, чтобы цепляться за доллар, нужно, опять же, больше вводных. Я надеюсь, что они будут. И, кстати, в среду еще будет заседание Банка Канады. Тоже на фоне последнего роста инфляции есть высокая вероятность того, что регулятор будет действовать, пытаясь немного, хоть как-то, ослабить индекс потребительских цены и уровень инфляционного давления. И я буду рассматривать сделку непосредственно прямо перед решением Банка Канады по ставке, сделку по укреплению канадского доллара. Но это уже будет рекомендация в среду. А сейчас давай вернемся к тому, что разговаривалось ранее. Так, демонстрация экрана. В прошлый раз была сделка на покупку британской валюты в расчете на то, что выйдет индекс потребительских цен. Инфляция точно обновит локальные максимумы. И это станет причиной роста фунта в расчете на то, что в начале февраля, реагируя, опять же, на рост инфляции, Банк Англии тоже может повысить процентную ставку. Хотя для него это не редкость. Это регулятор, который уже повысил ставку в конце прошлого года. Но еще один раунд и шаг в этом направлении тоже покупателями будет приветствоваться. Была сделка байстоп с уровня 1,3620. Локальный максимум после того, как сработал этот уровень, был на отметке 1,3660. К сожалению, дальше рост не последовало. И даже несмотря на локальный неплохой профит, сделка была закрыта по безубытку. Золото, которое я и сейчас рекомендую смотреть, для меня золото вообще самый интересный тип в моменте. Потому что один из излюбленных способов анализа всего, что, наверное, происходит в психологии действия большинства и меньшинства, я опираюсь в своих суждениях на индекс личных направлений Кайма. По золоту сейчас трудно за что-то зацепиться в плане фундамента, потому что ранее я уже комментировал, что позиция покупателей и продавцов, она, наверное, имеет одинаковое количество аргументов, чтобы говорить о том, что они правы. Ну, например, если говорить о росте, о, конечно же, защитный актив, особенно на фоне обвала американского фондового рынка. Заркаливающая инфляция и классика во всех экономических учебниках, что лучшая страховка – это рынок драгоценных металлов. Но я также прекрасно понимаю фундаменталистов, которые считают, что золото не должно расти с позиции того, что очень скоро ФРС будет активничать в плане роста процентных ставок. Это, разумеется, повлияет на рынок американского долга, и золото будет очень трудно конкурировать с облигациями. В этом тоже есть как бы зерно истины, я прекрасно понимаю. Но когда вот такой дисбаланс и отсутствие каких-то весомых аргументов принятия решений, не нужно оправдывать какими-то новостями всплеск либо интереса, либо потерю интереса какому-то активу. Здесь нужно смотреть на индекс рыночных настроений, тем более, что он прямо вопит сейчас, что толпа шарит. И я, друзья, по этой причине ранее рекомендовал покупать с целями 1840-1850, ближайшую цель мы сделали на своих брифингах. Я допускал корректу в районе 1830 долларов, где снова рекомендовал покупать. И вот как по нотам золото сейчас так себя ведет. В моменте котировки 1840 я предлагаю для тех, кто считает, что может быть еще коррекция. Дождаться снова теста 1830 и там уже забирать. Ну, я, честно говоря, вот в случае с золотом сейчас рекомендую не ориентироваться на уровни, которые ниже. Золото может очень лихо восстановиться прямо с текущих уровней. Поэтому смотрите, за отметкой 1840 можно даже сказать прям вешаем туда отложку байстопа, покупаем с целями 1870-1880 и стоп-лосс на отметке 1825. Золото я буду транслировать как идею дальше, потому что мне кажется, что очень много денег можно в моменте заработать на рынке драгоценных металлов. Еще была сделка по рынку нефти. В частности, когда мы с тобой в прошлый раз обсуждали, бренд, он как раз котировался на своих локальных максимумах. Я рекомендовал продавать там после снижения там в район 8650. Сейчас я нахожусь в этой сделке. Прекрасно понимаю, что в целом мы закрыли дверь, который образовался после экспирации еще. И многие сейчас скажут то, что ну прям напрашивается продолжение лонгового сценария роста и новые максимумы. Но, как и ранее, я все-таки вижу несколько признаков, которые указывают на то, что рынок нефти настолько сильно перекуплен, что ему нужна пауза. Это запасы, которые мы разбирали от администрации антического формата, в этот раз запасы выросли и нефти тоже, не только бензина. И я думаю, все-таки, что же сделают США на этой неделе из обещанного Белым Домом на прошлой неделе, что они вмешаются в ситуацию, не допустят дальнейшего роста цен. Но, на мой взгляд, это продажа стратегических резервов, которые могут совпасть с продажей стратегических резервов Китаем перед лунным Новым Годом, который начнет смещаться с 1 февраля. Поэтому я думаю, что здесь можно рисковать. Шартовые сделки в приоритете и цели прежние 82 доллара за баррель. Италий, слово тебе. Да, но здесь можно добавить по нефти тот момент, что если, скажем, конфликт в мире перейдет с уровня блефа, скажем, на уровень реального, то нефть, скажем, может в космос улететь. То есть, если закроются... Это геополитические риски. Да, если, допустим, возник какой-то конфликт и Россию, скажем, прикроют конкретно, то потеряется большая часть нефти не будет выходить на рынок, то есть будет эмбарго и так далее, то это, наверное, как-то повлияет на нефтяной котировке. Поэтому нужно обязательно, кто торгует нефтью, перед выходными, скажем, закрывать позиции, потому что, может быть, это в любой день и на выходные, и, так скажем, может быть, геппи там уже закроют по маржин-колу депозит, если не выдержит. То есть все может быть, как было ранее, скажем, было много ранее таких примеров. Итак, давайте пройдемся по рынку. Те идеи, которые я ранее советовал торговать, это прошлая неделя, понедельник, среда. Это индекс S&P 500, на понижение мы работали. Неплохо так получилось практически всю прошлую неделю, там, ну, не учитывая понедельник, там был выходной со вторника по пятницу, мы просто падали достаточно сильно. Анонсировал я продажи где-то с уровня 46.00. Сделку, говорил, там часть закрыть еще, в среду часть удерживать. На текущий момент можно, в принципе, сделку полностью закрыть. В принципе, неплохое снижение. Здесь есть, в принципе, потенциал и дальнейшее падение, но здесь нужно дальше, как вариант, проторговаться и уже понять, что здесь будет рисоваться по S&P 500. Дальнейший шорт или будут выкупать. Это очередная коррекция. Ну, в принципе, такой достаточно месяц получился снижение. Прошлый мы получали только в сентябре прошлого года. Плюс сейчас мы закрылись впервые за последний практически год ниже 200-й, средний скользящий. До этого мы ни разу не закрывались. И поэтому это тоже такой звоночек на, возможно, дальнейшее снижение. Но, как говорю, ждем и наблюдаем, что дальше будет. Поэтому на этой сделке, в принципе, неплохо получилось заработать вниз. Дальше. По нефти. По нефти. На текущий момент. Я, кстати, позавчера, точнее, в среду на закрытии рынка, когда мы закрылись, я еще в среду говорил, что если будет формироваться ложный пробой, то возможно рассматривать нефть на шорт. Мы, в принципе, здесь в моменте с учениками это рассматривали. В принципе, там 2 доллара мы где-то падали. Я локально заработал. На текущий момент я бы посмотрел, как сегодня день закроется. Если мы его, скажем, будем зажимать ниже пятничного максимума, где-то в районе 85 закроемся, то, в принципе, дальше могут формировать какое-то снижение вплоть до уровня 80 долларов за баррель. На текущий момент с текущих можно пробовать чертить 85-50, но достаточно рискованно. Поэтому, скажем, кто хочет рискнуть, то можно попробовать с текущих со стоп-лосом где-то примерно в районе 86-50 попробовать. Ну, потому что могут сегодня выкупить. Мы тестируем вот этот локальный тренд восходящий. Если мы его удержим, то здесь может получиться неплохой шорт. Также по евро-доллару были ранее рекомендации на шорт. Два варианта. Первый вариант – это селл-стоп я выставлял, до него мы пока еще не дошли. И селл-лимит в районе 1.13, где-то 80, если не ошибаюсь. До него мы чуть-чуть тоже не добили, около 10 пунктов. Поэтому на текущий момент по евро-доллару я рассматриваю тоже шорт. Лимитку я бы выставил где-то в районе, чуть потянул, 1.12.90, примерно 95. 1.12.95. Со стоп-лоссом 1.13.60 за эти максимумы. То есть если мы сегодня день продавим и закроемся ниже, сломим вот этот тренд, который у нас идет в восходящие два месяца, то в принципе здесь могут хорошо посыпаться по данному инструменту. Тут аналогично было по новозеландскому доллару, здесь закрывались ниже тренда, ушли вниз. По австралийскому доллару, ну пока тормозим, как-то вот так. Возможно ли сценарий здесь какого-то ланга после заявления ФРС? В принципе все возможно. Обязательно ставить стоп-лоссы, потому что рынок будет волатильный на этой неделе. Ну и индекс доллара аналогично, как и евро-доллара. Я еще на прошлой неделе всю неделю говорил, что выше 95.5. Рассматриваем покупки, покупки такие среднесрочные на возможный перехай прошлогоднего максимума. Будет ли это с текущих, в принципе смотрится вверх с текущих, да, как и евро-доллар на пробой своих локальных максимумов, минимумов. То есть пока я рассматриваю рост доллара, там, не дожидаясь там этого заседания ФРС, пока открывать сделки, ну, обязательно риски, скажем, соблюдать. Поэтому пока евро-доллар, лимитка на пробой вниз, по нефти, в принципе, с тобой тоже придерживаюсь шарта, но пока буду смотреть, как закроемся. По золоту, в принципе, согласен за ланги. Мы, в принципе, с тобой прошлую неделю все тоже советовали покупать золото, оно, в принципе, неплохо выросло на текущий момент. Я пока не торгую, то есть я покупал золото, вышел с покупок, и сейчас буду смотреть, пройдем ли мы по золоту вот эти максимумы, которые были у нас на прошлой неделе, так как здесь тоже присутствует тренд такой, вот так, если посмотреть, такой нисходящий такой треугольничек. И не исключаю, что вот если мы его пройдем, то, в принципе, дорога открывается на 1880, да, на эти максимумы. А так могут еще как-то отскочить все может быть. Вот пока все у меня по рынку. Спасибо, Виталий. Следим, смотрим. На канале вернемся в среду перед заседанием ВПРС. Я думаю, что к среде волатильность уже должна будет проявиться в каком-то формате. Откализируем наши ожидания. Я надеюсь, что золото в этот момент уже будет выше текущих значений. У меня будет возможность еще раз делать акцент на то, что мы вам с Виталием рекомендовали очень перспективную сделку, которая себя отработала. Ну, ладно, там уже посмотрим. Виталий, спасибо, что нашел время. Спасибо за анализ. Тебе тоже хорошей торговой сессии недели. Увидимся в среду. Все, пока, удачи. Спасибо. 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 Спасибо.